Два бойца в кабину, трое в ружье или к стволам. Так на сленге пожарных зовутся средства тушения. Машины, полные воды, хватит на 10 минут работы, если площадь горения гектары, а поливать из всех снарядов. Эта машина может не только подавать воду, но и делать забор из водоемов и работать как магистраль. А вот тушить по полдня пожарным позволяет их особый арсенал. Заряда бензиновой помпы хватает на 3 часа, но полезно только у водоемов. Если пожар у реки или пруда, экипаж может работать даже не возвращаясь на базу. Ведь иногда тушить приходится за сотни километров от дома. Если взять пожарно-химическую станцию Высокую гору, где мы сейчас находимся непосредственно, то она обслуживает основную часть города Казани, а также республику Мариэл и часть Кировской области. Места, густонаселенные лесами, в самом центре внимания. Угроза, человеческий фактор, майские гуляния показали. Не все отдыхали по правилам. Порядка где-то 140 возгораний было зафиксировано в течение трех дней первомайских праздников. На май пришлись последствия шашлычного отдыха. Пожарные принимают меры. Если от поджогов не спасают предупреждение, в бой идет тяжелая техника. Плуг оставляет за собой ровную траншею от полутора метров до двух с одной простой целью. Если что-то вдруг загорится на обочине, она не даст огню перекинуться на лес. Огородить от огня леса Татарстана призвано 7 тысяч километров таких траншей. Пожарные уверенные леса, окруженные такими окопами, должны выстоять против огня извне, если отдыхающие не начнут жечь изнутри. Рамиль Шайдулин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Высокогорский район.